Добрый день. К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Страх — это недоверие Богу? Да. Человек, полностью возложивший все упование своего на Бога, ничего не боится. Мы помним слова из первого послания апостола Иоанна Богослова, знаменитые великие слова. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящиеся несовершененную любви». Житие Иоанна Богослова было полно скорбей, предательств, испытаний, даже мучений. Но он настолько любил Христа, что он все встречал от него как испытание. Причем очень часто даже не необходимое самому Иоанну, а необходимое тем, кто его окружал. Потому что испытания праведников, может быть, скорби, которые им посылаются, святые отцы объясняют тем, что необходим пример крепости окружающим людям. Когда страдает праведник и переносит это благодушно, с благодарностью Богу, это укрепляет всех людей вокруг. Конечно, страх для нас естественен, кажется. Страх за близких, страх за любимых, страх болезней, страх страдания. И, может быть, в чем-то это даже нормально, потому что человек задуман Богом без страдания, без смерти, без болезней. И в нас остается память об этом. И почему мы так сопротивляемся памяти о смерти? Почему, когда, допустим, мы стоим и молимся на отпевание любимого человека, все внутри бунтует? Потому что мы в самой глубине своей души помним о том, что смерть — это неестественно, это неправильно, так не должно быть. И находим утешение в воскресении Христовом. Но мы все грешны, и доверять Богу мы учимся. Я советую, когда нам страшно за наших близких и за себя, вспомнить о том, что очень часто в храме на богослужении повторяются следующие просьбы к Богу. Вспомнив Пречистую Матери Божию и всех святых, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Почему? Потому что если мы вспомним жизнь Престой Богородицы на земле, она была тоже очень тяжелая. Было гонение. Мы знаем, что ей пришлось бежать из Иерусалима с Иоанном Богословом и какое-то время не жили в Эфесе. И даже на ее успение Одрию хотели опрокинуть ненавистники Христа. Мы все это помним. А жития святых, жития святых апостолов, ближайших учеников Христовых, сколько было там страданий. Но это страдания, эти лишения, они были осмысленны и приняты. И поэтому они не вели ни к отчанию, ни к унынию. Они все равно приводили еще ближе к Богу. И вот вспомнив об этом, вспомнив о том, что у Бога есть промысел о каждом из нас, то есть мысль о том, как нас спасти, конкретно тебя, тебя, меня, вспомнив об этом, мы сами себя и наших близких, то есть друг друга, и всю жизнь нашу передадим Христу Богу. Потому что еще мы можем вспомнить слова Иоанна Златоуста и других святых. Он говорит о том, что есть только одна, на самом деле, опасность, есть только одна беда, есть только одно зло. Он говорит, это грех, который может разлучить меня с Богом. А все остальное это ни зло, ни беда. Это просто обстоятельства. А вот грех, который может встать между мной и Богом на всю, не просто жизнь, а на всю вечность, вот это горе. Вот этого надо бояться. А в остальном доверять себе Господу.